Соловки. Пасха. Свидетельство узников Соловецкого лагеря особого назначения. Читают сотрудники и сотрудница Понда Иоффа. Соловки. 1929 год. Приходит Пасха. Я неверующий человек. Но этот день нельзя встречать с пустой и холодной душой. Его нельзя и не отметить, как освещено обычаем. Я покупаю в ларьке кулек муки, масло, сахар, яйца и передаю покупке Марии. Добрые женские руки тайно пекут мне в женбараке два маленьких румяных куличка, похожие на игрушечные. Такие бывало мать пекла нам, детям, на Пасху. Каждому особой. Пяток яиц я варю сам. Вкрутую, как положено. Не важно, что они не крашены. Мы не дети. Жаль, что в этом году строго запрещено идти в церковь. В прошлом году тоже запрещали, но тогда было легче выбраться из Кремля. Я на полчаса заходил в церковь и был свидетелем торжества, нечасто выпадавшего на долю других храмов Руси во все времена. Службу вели несколько митрополитов в сослужении со многими архиепископами. Все заключенные, они служили особенно проникновенно, как говорили верующие. Такой службы никогда не видела и не увидит больше скромная кладбищенская Соловецкая церковь. В этом году приходится встречать Пасху без церкви, в одиночестве. Церковная служба разрешена только монахам и высшим священнослужителям. Я сижу в кресле. Настроение от праздника приподнятое, но грустное. Тоска написана и на лицах Кореневых и Орлова, входящих вечером ко мне. Они садятся и молчат понуро, как в воду опущенные. «Невеселая нынче получается Пасха», — уныло говорит Степан Сергеевич. «Пасха без заутренней не Пасха». «Да, такой праздник встречать в камере не годится», — подтверждает Петр Сергеевич. Мои сотрудники мнутся, переглядываются между собой и нерешительно посматривают на меня. Вижу, что им хочется что-то сказать. «Может, сходите к начальнику отделения? Вдруг разрешит?» — говорит Орлов. «Безнадежно», — машу я рукой. «А вдруг? А может быть?» — скидываются все трое и наседают на меня. Я не выдерживаю натиска. Попытка моя бесполезна, я сознаю это, но чего не бывает на свете. По скрипучей деревянной лесенке подымаюсь в бывшие настоятельские покои. В них, в одной из комнаток, живет нынешний начальник Кремля Латыш Вейс. Заключенный, в прошлом чекист. Он недавно был начальником второго отделения, того, в котором находятся секирка и лесозаготовки. Недобрую славу об отделении Вейса мы недавно испытали на себе. Впрочем, со мной, как с маленьким начальником, Вейс снисходительно милостив. Полный и грузный он один в комнате. Кажется, ему тоже скучно. Вейс сидит в кресле и задумчиво курит. Может быть, он даже рад моему приходу, как развлечению. Он усаживает меня, угощает папиросами, начинает болтать, но меня ждут. Я отделываюсь односложными ответами, излагая ему просьбу подчиненных. Вейс лицемерно вздыхает. Вы не первые, ко мне уже многие приходили, словно сожалея, говорит он. Я не имел бы ничего против, но категорический приказ начальника управления никак не могу. Я возвращаюсь, сообщаю результат ходатайства. Еще скучнее становятся лица моих помощников. Я понимаю их. Сидеть сейчас в обостылившей камере, куда каждую минуту может зайти родный, невесело. Я в лучшем положении. Ко мне сюда никто не зайдет. Я могу делать все, что захочу. У меня мелькает мысль. А почему бы нам не встретить Пасху здесь? Три пары глаз вопросительно смотрят. Ну да, здесь. Если без церкви, то все же не в камере, а в дружеской обстановке. Выдвинем мой стол на середину, накроем белой бумагой. Каждый принесет немного продуктов. Теренчич поставит самовар. Вот и разговеемся в компании, а не по одиночке, не под одеялами. Как находите? А это идея, восклицает Петр Сергеевич. Неплохо придумано, подтверждает и Орлов. Пригласим Филиппа Ярастовича. Старика, небось, тоже тоска огрызет. Хорошо бы еще отца Бориса. Но он в шестой роте со священниками. Он не может прийти. Они у себя по камерам будут служить. Молча перебивает Орлов. Сказано, сделано. С моего стола летят в угол пухлые папки, телефон, чернильницы. Лампа составляется на пол. Стол выдвинут на середину и накрыт большими листами бумаги, как скатертью. Получается уже торжественно. Из стола я извлекаю яички, кулич. Появление кулича встречается восторженными возгласами. Кореневы и Орлов спешат в роту. Теренчич возится с самоваром. Дело идет на полный ход. Через полчаса друзья возвращаются. Они умылись, причесались. Петр Сергеевич даже надел новую рубашку и повязал галстук. От Орлова пахнет одеколоном. Выбритые и посвежевшие, они больше не похожи на унылых людей, сидевших тут час назад. Из карманов вынимаются булки, сахар. У кого нашелся кусочек колбасы, у кого сыру. Орлов даже принес коробку шпрот. Степан Сергеевич с братом режут хлеб, колбасу, сыр. Орлов, как заправский гастроном, художественно раскладывает все на столе. Стол выглядит даже аппетитно. Все готово, можно начинать, провозглашает Орлов. Время около полуночи. Помолимся, господа, предлагает старший Коренев. Он становится лицом к восточному углу и крестится. Терентьич, Кореневы, Филипп Ярастович зажигают принесенные имя свечи. Выйдя вперед, Петр Сергеевич подтягивается по-военному и в полголоса, но четко и слышно для всех, читает молитву. Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ. Я стою сбоку, немного позади, и приглядываюсь к молящимся. У них спокойный и торжественный вид. Мне кажется, что я вижу на их лицах просветление, радость, и чувствую, что то озорное чувство, которое испытал я, предлагая и готовя встречу, сменяется во мне тоже светлой и уверенной радостью. Петр Сергеевич поворачивается к нам с сияющим лицом и восклицает. Христос воскресе, друзья! Окно плотно занавешено, изредка мы выходим в коридор проверить, но никто не подслушивает нас, никто не знает о нашем пиршестве. Мирно течет за столом праздничная беседа шестерых просветленных великим днем людей, связанных сейчас с самыми крепчайшими узами на земле, любовью, братством, дружбой. Присматриваясь к людям, я смеюсь в душе, и опять озорное, но и радостное чувство владеет мною. А все-таки мы встретили праздник так, как велит нам наше чувство, а не так, как приказывает начальство. Не залог ли это того, что и в будущем мы поставим на своем? Воспоминания Геннадия Андреевича Хомякова, литературный псевдоним Андреев, опубликованы в 50-м году в журнале «Грани». Геннадий Андреевич – журналист. Он был арестован в 27-м году, осужден на 10 лет лагеря. В заключении на Соловках. В 29-м году вывезен в Ухтпеч-Лаг. В 1933-м бежал. Был пойман и отправлен на Соловки, где находился до 35-го года. Участник Второй мировой войны. В 1942-м попал в плен и после окончания войны в Советский Союз не вернулся.